Привет, дорогие друзья! Начать хочу с того, что герой нашего предыдущего ролика в тот же день, когда был записан ролик, читал лекцию в Академии МВД, в которой ректором является Аброскин. Аброскин тот самый, который, если мне не изменяет память, руководил полицией Донецкой области, да, по-моему. Наверное, он помог фигуранту как раз-таки оказаться несудимым, да, пройдя столько кругов ада, можно так сказать, и будучи сколько-то, четырежды судимым, по-моему, шизофреником, да. Ну, это все еще из той же оперы, что, знаете, абсурда, абсурда того, что происходит в Украине. Следующий абсурд, это мы не можем, конечно же, не обсудить, пленки Гончарука. Так, я уверен, что это не все слитые пленки, кто записывал, непонятно, вы услышите предположения в этом ролике, кто это записывал, да. О чем идет речь в пленках? В пленках они в авральном, в принципе, порядке решают, как представить картину мира такой, чтобы ее схавал президент. Ну, я утрирую, конечно, там разносторонние, но то, на что я обратил внимание, они обсуждают, что президент, мол, Дундук. Гончарук говорит, что он и сам-то не сильно все понимает, но им надо как-то это так подать, чтобы все выглядело удобоваримо. Пленки увидели свет, Гончарук увидел четко, перед глазами замаячила отставка, несмотря на крышу в виде Соросовской братии. Скандал навколо высоких зарплат урядовців тревает. За новые выплаты своим предложением уже заступился премьер Олексей Гончарук. Это было с утра. Ну, то есть Гончарук, вы знаете, как накапливал, накапливал к себе тот груз, который в любом случае потянул бы его в воду. Зачем ему было заступаться за вот эти большие зарплаты этих министров и замов их? Мовляв, размер грудневых зарплат, которые получили топ-чиновники, таки высокий, бо то выплаты за несколько месяцев сразу. Это гонево. Какие несколько месяцев? Они не согласовали позицию, потому что отдельные уже сказали, что ну да, там были доплаты, там все, но не надо рассказывать про несколько месяцев. Для чего Гончарук это делает? Для того, чтобы разозлить и вызвать к себе еще больше негатив, хотя куда уже больше. У некоторых случаях их раньше затримали. При этом Гончарук выступил за подвищение размера выплат министрам его уряда, потому что они не получают зарплаты в конвертах от реализации теневых схем. Они не получают зарплаты в конвертах от реализации теневых схем, поэтому у них должны быть зарплаты по миллиону, да? Смотрите, это точно так же может говорить любой, может врач говорит, я же не получаю в конверте от пациента, поэтому зарплата у меня должна быть такой-то, такой-то. Учитель может это говорить, слышите, я же не вымогаю с родителей и полицейский, кстати, должен так говорить, да? У полицейских же сколько в Украине зарплата? По-моему 100 тысяч гривен, да? Или 200, я вот не помню просто. А иначе, ну как же? Они же не вымогают тогда, ну вообще, вы понимаете абсурдность этих заявлений? Это премьер-министр такое заявляет. А если вы не будете платить, то мы же тогда, ты что, мы же начнем брать от откаты? Мне это неизвестно, поэтому я хотел бы лично спросить у Гончарука, написал ли он заявку про отставку, или ему нужна ручка, может быть, бумага, чем-то помочь. Нужна ли ему ручка и бумага, да? Ну то есть ряд депутатов, которых назвали на некоторых телеграм-каналах группой Коломойского, отправились искать Гончарука, а отправились искать Бужанский, Дубинский, Куницкий. Созвучные, кстати, фамилии, да? Смотрите, я не являюсь группой Коломойского, но я бы сам отправился искать Гончарука, поэтому я этих ребят поддерживаю. Он создательно планировал ввести в заблуждение главу государства о состоянии дел в экономике, как вы могли слышать на записи. Что является абсолютно фантастически недопустимым. Кроме того, все вменяемые депутаты из «Слуги народа» отнеслись к этим записям, ну так как к ним и следовало бы отнестись. Я слышу уже некоторые голоса из Соросовской братии, которые говорят, да ну и что, ну что там такого? Да не, ребята, вы прекрасно знаете, что там такое. Видите, я щойно с заседания фракции, буквально 15 минут тому я еще перебувала на фракции и слышала на собственном ухе, как наши депутаты, мои коллеги, висловливали обурення. Такими висловливаниями, перепрошусь за тавтологию, пана премьера Гончарука. Оно не может не вызвать возмущения, потому что сидит это чучело, которое взяли с улицы, буквально с улицы, ничего не создавшее в своей жизни, создавшее Кабмин из идиотов и делает, отпускает какие-то там колкости в адрес президента. Потому что если он считает своего руководителя, которым является президент, которым он шел работать, человеком, не разбирающимся в экономике и позволяет себе обсуждать, подчеркну это, не только он. Мы отправились тоже спрашивать мнение депутатов и, к слову, были вместе с этой ночной поисковой группой. Вот, сначала мы увидели Радуцкого, вы удивитесь, наверное, но Радуцкий перестал понимать русский язык, как быстро он от него отвык. Здравствуйте. Скажите, можете... Российский на русском. Доброе. А, вы российский на разумеете. А с Джокером общался на чистом русском. Поразительный человек Радуцкий, да, уже от русского отвык. Вы в следующий раз, когда Радуцкий будет что-то говорить по-русски, тоже говорите, не понимая, Нихтспирштейн. Михайло, вы же чудово русский разумеете. Скажите, пожалуйста, есть у вас какая-то позиция фракции по словам Гончарука, которые сейчас про нас? Я не знаю, какие слова вы говорите. Я так понимаю, что Радуцкий входит в ту самую группу, которую можно отнести к группе Гончарука. Ну, как-то странно он себя ведет в последнее время. Или просто ветром надуло. Вот еще один народный депутат от Слуги народа. Оно логического объяснения не было. Премьер-министр так и не пришел. И, по сути, оно как-то сейчас становится под вопросом большим. Там, сколько коллеги обсуждали, то в администрацию президента пошел премьер-министр. И там вопрос дальше сейчас в этом моменте остановился. И Саратуси, тут и премьер-министр не должен быть? Нет, пока еще идет фракция, не закончилась. Премьер, не заходя на фракцию, где понимал, что его просто разнесут, забил болт на фракцию и побежал в офис президента. Или вымаливать пощаду, или одно из двух. Есть предположение, что побежал он к Андрею Богдану. Я думаю, что в офисе президента он его вряд ли нашел бы, да, потому что тот скорее бывает в других местах, более интересных. Тем не менее, короче, его отправилась искать группа, поисковая группа. Где-то в Украине точно. То есть до канадской границы он еще добежать не успел. Окей, ваша позиция. Стоит ли президенту оставлять Гончарука, учитывая то, что он так условно открыто-закрыто насмехается? Дима, ты же работаешь с Толей Ширьем. Ты бы с ним работал, если бы считал его глупым человеком, например? Мне кажется, нет. Правильно? Потому что он своего руководителя, идейного лидера, надо уважать. Если ты его уважаешь, ты с ним работаешь. Если ты его не уважаешь, будь добр, не работая с человеком. Не говори ему в лицо о том, что ты не согласен с твоей или иной позицией. Во-первых. А во-вторых, тут же, кроме того, что есть моральный фактор, собственно, неуважение к руководству страны, есть еще и фактор, скажем так, просорной надежды. Потому что человек пришел на должность премьера в стране, которая требует системных, решительных, как бы это уже сейчас банально не звучало, реформ. Калифицированных. Да. А на самом деле собирает совещание для того, чтобы обсудить, как обмануть руководство страны и доказать ему, что экономический провал является достижением. Но ведь это так и есть. То есть это самое главное, что он собирает совещание для того, чтобы решить, как правильнее обмануть вот того вот. Вот того. Он там же ничего не понимает. Втулим ему нашу историю. Там собрались вообще одни специалисты. Вы знаете, надули щеки и начали рассказывать о том, что мы-то понимаем в этой теме, а тот не понимает. Окей, а ваше мнение, как вы считаете, кто это слил вообще? Откуда эти записи? Я думаю, что его записал Рожков. Рожков? А может и Рожкова, кто его знает. Может Рожкова, может Пирожкова. Но если я услышу, что кто-то будет отрицать аутентичность этих записей, я крайне удивлюсь. Это правда или не верю? Легитимный пишет, что фракция... Мы же знаем, кто у нас легитимный. У нас легитимный. Не, ну я спрашиваю, да. Тут, например, пару дней назад легитимный предположил, что есть голоса за землю вечером, а утром сказал, что нет голоса. Все это из одного и того же случая. Вы же автор легитимного уже находится там внутри офиса. Вот здесь я не знаю все-таки, кто же имелся в виду, но обещаю вам завтра уточнить. Ну, полагаю, тот человек, которого в этом ролике уже упоминал. Ну, а успели эти замы министров отсчитаться за зарплаты? Что они вообще думают об этом? Все успели. А, смотрите, тут же вопрос не замах министров. Замы министров могут делать что угодно. У нас вопросы к их начальнику. То есть кто-то же им это согласовал. Согласовал, зная, как мы слышали, что в бюджете дарав 100 миллиардов гривен. И после этого они себе на миллионы выписали премию. Как они это комментировали? Как они могут это комментировать? Очень эффективно работали. Рабочие Южного машиностроительного завода 7 месяцев не получают зарплату. Мустафа Наем получает полмиллиона гривен. Это кто, за что мы голосовали на выборы? Все вот эти вот зарплаты министров, особенно замов министров, всех этих Наемов и Лещенко, что они делают? Они вызывают раздражение в обществе. В небогатом обществе. Ибо в богатом обществе вполне возможно этих зарплат бы и не заметили. Хотя эти зарплаты во много раз превышают зарплаты чиновников в самых развитых странах мира. Вы знаете, сколько зарабатывают чиновники в самых развитых странах мира? Поинтересуйтесь, данные открыты. Вы начали сравнивать, сколько зарабатывает Трамп и так далее. Это невозможно. И в это же самое время, в беднейшей стране Европы, люди не получают зарплаты на госпредприятиях. Против кого это? По кому это бьет? Люди начинают ненавидеть не конкретно Лещенко, не конкретно Наема, не конкретно замов министра. Они начинают ненавидеть власть. И власть для них обозначается в одном человеке. Это все замыкается на Зеленском. Они начинают ненавидеть Зеленского. Как этого можно не понять? Зараз 3-1-1, администрация закрыта. Мы знаем, что премьер-министр сейчас здесь работает. Насколько нам зависит. Зарпить только по замовленникам. У вас получит мотиворезнение. Все. Вход только по приглашению, по какому-то специальному заказу. Заказываешь вход, тогда заходишь. Это офис президента Украины, где укрылся Гончарук. Уже скоро, в ближайшие часы, мы узнаем, чем закончилось. Скорее всего, звучат предположения, что его отмажут. Отмажут те же самые силы, которые распихали всех абсолютных вообще вот этих соросовских шестерок по хлебным должностям. Посмотрим. Ждать осталось недолго. Но я вам скажу так. Если центральная власть даст возможность этим соросовским силам рулить и дальше, то власти просто не станет. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова